приветствую вас геймеры от канал alexandplay мы продолжаем играть в мод за йоди за западно сибирское временное правительство за язву все как обычно и в прошлой серии мы начали уже подготавливаться к войне западно-русским революционным фронтом также мы разобрались с предательством этого батова с предательством батова разобрались победили его и укрепили власть язва второй раз также мы полностью экономику докачали также мы прокачали наши внешнюю политику внешнюю политику подоговариваешься всякими со странами западными из осен до поговорили с японцами о торговле и так далее но они нам присылают но это мы делаем только для себя эгоистичные цели это у нас то просто уничтожить пакт единства такой вот огромный теперь опять-таки который тут восстановился здесь у нас самый главный враг но сн тоже не так-то слабо уже далее видите как вступила тут франция южная до румыния хорватия это чё такое питание да ну вот италия да поэтому довольно укрепились пакт единства конечно британь вошла бретонская республика но он штат бургундия сам по себе но возможно там и война может начаться с германии может начаться и гражданская война в бургундии тоже может быть но посмотрим англия шотландию завоевывает королевство англия вот вот такое вот просто англии уэльса шотландию они точно разнесут но и так далее с ирландии они тоже разберутся вот наш сегодня задача это повоевать западно-русским рационом фронтов объединить западную россию на этот раз и вот мы уже начали подготавливаться потому что скоро война это начнется принципе мы будем готовы к этой войне но тем временем воссоединение британии происходит 1969 году двадцать мого марта возвращение старого порядка соединенное теперь королевство и будут поднимать юнион джек где они тут куда они пошли сейчас не интересно где это подъем юнион джек а вот сюда потом они право британия выходит будут уже разбираться на с ирландии ирландский вопрос скорее все будут решать наверно может быть нет посмотрим ситуации как что будет дальше русская национальная армия с наблюдательного пункта выходящего на тренировочный двор в тюмени капитана радионов наблюдал за тренировкой своих людей это была уже не то армия черной виге которая она была раньше и он точно знает это он был там самого начала радион был одним из тех хороших солдат которые последовали за карбышевом на восток после того как стало ясно что советский союз падет до ней в омске после прибытия были более простым временем с более простыми обязанностями для армии которую они построили прежние времена пехота была не более чем землекопами и военными строителями укреплений с несколькими более опытными командами которые естественно охотились на бандитов таков был план карбышева окопаться готовьтесь к тому дню когда на них обрушится война радион знал что это был наивный план он всегда знал что никакая победа не может быть одержана в качестве государства отшельника это была единственная причина по которой родион все еще был жив то время как остальная часть старой гвардии погибла во время восхождения язву родион посмотрел на инструктора пропадавшего тактику который карбышев никогда бы не стал учить их как штурмовать вражеские линии как расчищать минные поля как прочесывать и удерживать здания армия черной лиги теперь готова атаковать они просто защищаться это было же не не просто не просто омская армия это была русская национальная армия армия для умиротворения россии испытание силы леониду плотно завязали глаза и погрузили в грузовик чтобы отвезти в дикую местность это просто еще одно испытание подумал он он вспомнил тех кто не прошел те состоите это состояние в котором они были когда их наконец нашли он осознал цену неудачи мы на месте отправляйте его удачи товарищу затем его безцеремонно бросили в снег было холодно и все что у него было это обычное пальто он снял повязку и огляделся он даже не мог разглядеть грузовик сквозь слепящий снег но мы удали компаса он начал если и он начал если он направился на юг то сможет выбраться на дорогу до того как замерзнет насмерть это солнце наконец взошло над замерзшим измученным леонидом а снег наконец перестал валить он упал на колени и заплакал ибо там была его база со всеми скудными удобствами позже ему пришлось удалить один палец на ноге но это не имело значения первым был суровым человеком если он смог пережить это испытание не сможет пережить все что угодно мир был ему неровня разум над материей а центральная сибирская федерация начала воевать дальневосточной советской республикой с нашим товарищем саблином давайте посмотрим по промышленности у саблина значит 22 гражданские фабрики 36 военных заводов у центральной сибирской федерации 34 гражданских фабриков 33 военных заводов равное количество фабриков и военных заводов а вот у саблина наоборот военные заводы превышают гражданские фабрики так по дивизиям у центральной сибирской федерации 30 и 45 у дальневосточной советской республикой 22 22-32 но на самом деле кажется что все-таки центральная сибирская федерация побольше дивизии имеет но мы пока еще не можем наша готовность пока составляет 60 процентов так что пока еще не готовы мы война на горизонте в общем войска западно-русской революционного фронта начинает массово собираться наши границы короче может они на нас и первые нападут опа еще начались америка на японские переговоры но это прочитайте на паузе посмотрим станет ли тихий океан действительно тихим посмотрим посмотрим даже очень интересно что на чем они договорятся о чем в общем я прочитаю наверно все сначала фокусы докачаю что тут довольно есть крутые вещи я хочу бы их прокачать сейчас до войны на самом-то деле но посмотрим может наш западно-русский революционный фронт сам на нас нападет теплый прием воробьев ухмельнулся новобранцем стоявшим голыми дрожащими в казарме старшие по званию были выстроены в параллельные ряды лицом друг к другу образуя коридор из одного кал конца зала в другой каждый держал держа в руке что-то тупое болезненно тубинки палки кожаные ремни мыло в носках и прочее воробьев подошел к началу шеренги где стояли новобранцы одни изображали неповиновение другие прикрывались позором все очень просто ребят сказал фальшив веселости и поднимающей улыбкой что нужно сделать так это пробежать между ними один за другим попытаться добраться до конца не упав и не сдавшись сделайте и это и другое они короче делайте то и другое они в общем вам отвесит люлей что мало точно не покажется может быть мы подбросим вас соседским ребятам знаете они любят молоденьких солдат захихикали в холодном воздухе чувствуешь недоброе намерение ладно пошел крик на ворове хлопнув ближайший новобранца по плечу рукой на которой не хватало несколько пальцев беги и урод как только новобранец вошел в коридор из людей дубинки начал опускаться звук ударов падающих на его голову на голую кожу заставили остальных побледнеть пройдя половину пути он рухнул на пол с кровью струящийся из рассеченного лба этот рад начал спускаться словно стая волков они окружили его распростертое тело и вцепились с него шквал ударов длился все несколько секунд на концу он был неподвижен живой но едва нафиг все это выпалил другой новобранец бросаясь к двери казармы за старших установились на нем пока он бежал нарком распахнул дверь не обращая внимание на холод снаружи столкнулся лицом к лицу с крепким сержантом сержант слава богу она повернулся дрожащим пальцем куда он устаешь их позади него людей товарищ сержант они собираются убить нас нафиг пожалуйста возвращайся туда сыплосы клоп получал сержант достал свою дубинку и улыбнулся поверь мне я еще хуже а как еще они будут учиться да жесть вот это конечно жесть так короче нам объявляет войну западно-русский рационный фронт но окей я не знаю может быть мы попробуем по атаковать даже их вот так вот потому что проблемы тут у нас есть но хотя не проблем то наверно никаких не будет мы можем даже просто наверно по атаковать их давайте посмотрим как все пойдет ну да так и идет нормально поэтому будем наверно пока атаковать пока можем может чего бы и нет если есть такая возможность будем их атаковать так вот сюда давай пробьемся попытаемся тут сделать котел если выйдет конечно так держим их все начинаем дубасить котлить надо начинать так а блин они тут проходят сейчас это плохо это сейчас плохо очень тут это вот сейчас очень плохо нельзя им дать выйти отсюда потому что они выйдут и будут проблемы блин тут они выходят нам не дают делать котел чёрт да котел тут они нам не дают делать к сожалению ну что поделать ладно наверное надо будет все таки остановиться хотя мы атакуем ну ладно жизнь в аркутинском тренировочном лагере наверное я все таки это читать не буду читать то что тут довольно жесткие вещи но не только не так жестко да но я читать все таки не буду прочитайте сами если захотите на паузе все таки я думаю так давай вот тут по хотя бы одну дивизию заготлили что ли потому что надо что-то делать хотя бы вот так немножко но надо что-то придумывать наверное все таки я остановлю атаку да надо остановить атаку все таки так ну какая ситуация мы захватили ижевск уже вот ижевск пытаемся тут еще делать как-то котлы я не знаю как это сделать очень это сложно все нам удается хотя можем вот здесь попробовать вроде выходит смотри выходит ситуация так выходим-выходим подожди более-менее вроде даже котел выходит ну а блин блин что-то не очень вышло качат я не очень не очень как-то они все-таки выходят из этого котла и у нас большие проблемы начались да котел не удался да котел не вышел к сожалению походу мы сейчас дивизию просрем блин давай быстрее надо не просрать дивизию попытаться блин просрали дивизию черт ижевский механический завод потерян но вот это лучше не брать сейчас не прижимать это решение потому что это плохо потому что постараться надо ижевск сейчас отбить потому что это очень плохо то что они сделали ладно давай попытаемся взять осаду токио что-то в общем происходит тут вот надо попытаться пробить ну блин ни хера не выходит сейчас этот ивент закончится и все и мы просрём завод хотя можем сейчас отбить подожди сейчас мы его отобьём ну подожди мы его сейчас отобьём сами чёрт да здесь у нас проблемы просрали мы все-таки дивизии это обидно но мы сейчас возьмём ижевск мы его отбиваем всё отлично захватили мы ижевск теперь этот завод наш но обидно что мы дивизию просрали все-таки и потери 452 тысячи и 345 против западно-русского рационного фронта к сожалению к большому сожалению это так так ну всё мы победили этот западно-русский рационный фронт ты конечно нифига не посмотрел сколько потерь ну да ладно ну и мы захватили завод красная сормова ещё вот сейчас спецгруппу Ви возьмём ещё так тут я не знаю что на что надо потратить наверное противотанковые вот это вот снаряжение заводы поставить тех чтоб они производили так Т-72 уже можем произвести но шаблоны надо менять шаблоны менять нужно точно потому что они очень слабые очень слабые ну и надо прижимать интеграцию всех вот этих вот территорий так или иначе жалко что просрали мы одну дивку ну и людей просрали но ничего не поделаешь к сожалению реальность такова спецгруппа Ви они показали ему что прислали лучших но когда Евгений Савинцев посмотрел на бойцов которым предстояло стать элитным подразделением во всём Омске он не был впечатлён спецгруппа Ви нуждалась бы не только в коренастом телосложении решительной внешности вам понадобится стойкость не только вашего тела но и вашего ума вам понадобится преданность вы никогда не должны колебаться в своей решимости и отомстить за свою страну и защитить свой народ вам понадобится сила способность поднять себя и других к нашему делу кто-либо из вас думает что обладает этим вещами да, товарищ полковник очень хорошо в течение следующих трёх недель я буду пытаться сломать вас я добьюсь успеха со многими из вас вы или уйдёте или будете сомневаться или погибнете для меня это не имеет значения потому что миссии для которых вы мне нужны стоят любых потерь но я вас уверяю если вы пройдёте через все испытания своей выносливости и мастерства то вы станете лучшими солдатами во всей России и выполните задания о которых не мечтали начнём с физической выносливости самого лёгкого из испытаний каждый из вас видит перед собой древесный ствол вы должны протащить его вокруг поля три раза самая прочная сталь куётся в самом горячем пламени комендантский час сырья и моросящая ночь сырая и моросящая ночь низко висела над архангельском когда городские огни отражались от низких облаков купая мир в задохом лососево-оранжевом сиянии безумия мир был безмолвен если не считать негромких звуков далёких полицейских сирен и периодически приезжающих БТР когда Марат увидел человека скорчивавшегося у основания западно-русского военного мемориала в центре города через 20 минут после окончания комендантского часа он предположил самое худшее возможно диверсант может кто-то закладывает бомбу он видит много таких в дней после падения архангельска но когда он вышел из штабной машины в сырую моросящую ночь держа пистолет наготове его беспокойство исчезло человек у подножия мемориала явно был довольно пожилым шаги Марата замедлились и только ровным голосом он обратился к мужчине товарищ вам уже пора уже 20 минут комендантского часа мужчина медленно повернулся обнажив в рванную куртку украшенную советскими орденами смятой георгиевской ленты выражение едва заметного презрения промелькнуло на обветренном от времени лице старика когда он посмотрел на молодого человека Марат сразу понял о чем он думает так было почти со всеми кого он встречал в архангельске отличались ли эти люди в черном от тех кто приходит приходили раньше Марат нарушил молчание протянув руку и жестом указав на штабную машину товарищ солдат идемте я отвезу вас домой демонстрация товарищи программил голос сержанта по строевой подготовке главков верх язов здесь мужчины включились включили со своих мест ээээ вскочили со своих мест бросив тренировку через три секунды все в тренировочном зале стояли по стойке смирно глядя прямо перед собой смирно как одна сотня голосов повернулась к дверному проему бойцы вскинули руки приветствия затем вошел главков вверх словно гражданский забредший в лавку и ленивый в ленивый воскресный день вас тоже товарищи сказал язов неспроницаемый полуулыбкой мгновение око все мужчины вернулись к своим прежним занятиям не задаваясь вопросом вопросами о внезапной расслабленности своего лидера язов неторопливо зашагал по коридору поглядывая по сторонам а за его спиной сержант по строевой подготовке двое вооруженных охранников он остановился перед группой мужчин делавших быстрые безжалостные отжимания как долго эти люди уже здесь сержант спросил он нейтральным тоном прошу прощения товарищ главков верх но я понятия не имею их ведет капрал рыков капрал рыков смирно приказал язву гигантский человек вскочил на ноги и резко обернулся с каменным лицом прямой спиной сколько отжиманий вы сегодня сделали капрал несмотря на возвышение над язвом мужчина сглотнул я не уверен товарищ главков верх мы измеряем себя по времени а не по определенным действиям сейчас мы занимаемся ровно 30 минут язву постучал себя по подбородку объясните ваши доводы капрал товарищ главков верх потому что выносливость лучше измерять годами а не шагами язву удовлетворенно кивнул очень хорошо капрал вы хорошо понимаете дух лиги продолжайте не считайте дни не считайте километры так считайте дни не считайте километры ну тут я наверное еще добавлю завод дополнительное сточение блин все равно вроде людей много появилось было 200 а сейчас что то они уменьшаются вот это проблема где они россии давайте объединение россии прожмем все таки интеграция территории прошла в принципе это все можно прожать подинить россию вот все равно у нас останется наверное все вот эти вот оказывает влияние на ну окей ладно все тут улучшается так что ладно вот у нас фокусы новые открылись новые фокусы ага тут интересные фокусы уже появились следующие давайте их посмотрим правительство освобождение возьмем наверное сейчас да наверное мы вот это все покачаем национальное национальное выживание потом наверное национальное восстановление прокачаем фокус тут себя по 16 дней так что быстро общественные бункеры давай дальше расширить государственный директорат военные заводы получим огни ада нет расточительства нет нехватки также суды против варлордов реинтегрировать армии вперед на берлин потом расширим систему эксплуатация эксплуатация эскалация потемкина будет миссия в сша кстати у сша будет миссия в омск к нам контакты в московии первый проект внутреннее предостережение великий суд ждет ну и давайте сразу посмотрим вот эти фокусы оружие национального возмездия потом прокачаем не знаю наверное в этой серии нет расширим проект камеру захватить арсенал захватим арсенал да атомный век будем уже ядерные оружие создавать ядерное консультация с овчинниковым разработку урановых месторождений четвертый тезис обновить черную гору и подземные военные базы вот что мы будем качать сейчас в данный момент ну и оказывать влияние на Казахстан можем попробуем мирно попробуем с ним мирно договориться не хочу с ними воевать поэтому мы попытаемся с ними мирно договориться конец чудесам но мы далеко зашли когда-то наше правительство было не более чем мелким правителем державшимся за клочок русской земли теперь же мы можем заявить о себе как о настоящей нации на мировой арене попав в финальный список кандидатов на воссоединение России наша страна может гордиться своими достижениями решительно смотреть в будущее этот прогресс наполнял наших граждан благовейным трепетом даже когда мы восстанавливали страну ее инфраструктура и промышленность однако наши успехи сделали чудеса прошлого гораздо менее критичными для наших усилий хотя когда сохранение этих реликвий счастливого прошлого придавало легитимность нашему правительству и давало нашему народу инструменты необходимые для выживания теперь же чудеса составляют крошечную часть наших общих активов они без сомнений будут продолжать вдохновлять наш народ и останутся как напоминание об эпохе раскола но эта эпоха подошла к концу в неопределенное будущее а блин удалились там какие-то объекты к сожалению ясно жалко жалко что за это все удалилось как бы обидно обидно что удалилось наверное не надо было надо было прокачать там все эти фокусы но а я не стал ладно но посмотрим так по времени что там 26 минут но еще есть единый неделимый непобедимый главковь верх язов глава черной лиги и спасителя русского народа твердо стоял на трибуне он взглянул на свои заранее подготовленные пометки и понял что их не заметил и что их не хватит это были просто слова на странице он даст миру больше чем просто объявление он сделает им заявление всем героям россии собравшимся здесь сегодня он еще немного неуверенный его голос в микрофоне звучал слишком монотонно многие говорили нам о нашей неминуемой неудаче многие сомневались в воле и силе народа долгое время подвергавшегося нападению многие боятся того кем мы можем стать они ничего не знают о жертвах на которые русский народ был вынужден пойти во имя выживания но мы знаем товарища мы слишком хорошо знаем сколько было потеряно в первом суде и теперь мы знаем что должно быть сделано он начал набирать скорость его сжатая рука обхватила трибуны и он наклонился вперед Россия должна снова стать сильной а вместе с ней русский народ мы должны сделать это для нашего собственного выживания и мы не сможем ожидать помощи из рубежа внутренняя сила нашей нации самого народа это бездонный ресурс он испытывался раз за разом мы должны использовать это сейчас чтобы построить новую Россию из пепла старый и сделать все необходимое чтобы она стояла вечно на карту поставлено все что вы знаете выживание каждого мужчины женщины ребенка в России ибо если мы потерпим неудачи и позволим немцам отвоевать то что они хотят или позволим слабакам вокруг нас взять власть мир никогда больше не совершит ошибку позволив русскому народу воссоединиться но мы не потерпим неудачи для этого я полагаюсь Россия полагается на наше на наше на ваше мужество и мастерство он расслабился когда закончил его рука ржалась он выпрямился и тихо произнес знайте что каждый из вас приближает этот день когда мы все увидим Россия освобождена от своих цепей здравствует правительство освобождения и справедливость которую оно принесет ответ пришел в один голос да здравствует правительство освобождения да у нас теперь российское правительство национального освобождения российское правительство освобождения прошло известие о заявлении на западной и западной сибири черная лига сформировала правительство освобождения чтобы отвоевать российские территории у тех кого она считает недостойными или предателями русского народа их успехи показывают что они являются мощной военной силой правительство освобождения в главе с Дмитрием Язовым дало российскому народу множество обещаний самым значительным из которых является возвращение к демократии после воссоединения и усиления России кем бы он ни был цианитом или цезарем а цин ценатом или цезарем Язов безусловно теперь обладает властью военного диктатора и похоже укрепляет ее остается выяснить сколько сможет простоять это временное военное государство сможет ли Язов удержать бразды правления в своих руках горькие растения из горьких семян ночные размышления сверкающая полоска света бесшумно принеслась по сибирскому ночному небу Костя вытянул шею на мгновение забыв об усталости от ночных упражнений небесный гость ярко горел в течение нескольких секунд прежде чем исчезнуть с мягкой окончательностью его уход был столь же внезапным как его появление что это черт возьми было спросил Вадим не отрывая взгляда от лесного горизонта окружавшего их общий окоп падающая звезда лениво ответил Костя прислонившись спиной грубо высоченной стене окопа пятое за сегодняшний вечер ты видел что-нибудь нет хотя думал что сейчас твоя очередь спать не могу думаю о чем о падающих звездах Вадим странно взглянул на Костя ты когда-нибудь чувствовал себя действительно я не знаю маленьким нет подожди что именно ты имеешь ввиду типо относительно вселенной я просто подумал Вадим полу полушитя закатим глаза ты знаешь эта падающая звезда должна быть была пробыть там в космосе я не знаю миллионы лет всю человеческую историю она просто сидела там вращалась по орбите или что-то в этом роде Костя и что ты будешь с этим делать подумай об этом Вадим бог знает сколько лет тому маленькому космическому камню суждено было находиться здесь в то время в этом месте человечество ничего не могло сделать чтобы это изменить Пухарин мог выиграть войну и он все таки все так же был прямо здесь в этот самый момент независимо от того что произошло на этой планете мы с тобой оба могли бы быть мертвы или никогда не родиться я понимаю ты говоришь о я хочу сказать что иногда мне кажется что все это что мы делаем здесь в лиге черт возьми как человеческие существа просто такое маленькое мир просто продолжается Вадим бросил на него взгляд неодобрительный ну хорошо знакомый а может быть и всем в черной лиге да и я знаю ответил Костя просто я не могу не чувствовать это тебе действительно нужно немного отдохнуть парень да действительно отказ от заразы американцы отвергли наше предложение сделать гуманизирующий фильм очевидно что они будут также полезны нашему правительству как и в прошлый раз когда Россия была могущественной нам придется найти другие способы представить миру наше новое лицо возможно найдя новых партнеров для этого начинания возможно есть и другие способы сообщить внешнему миру о наших намерениях но отсутствие легитимности американской поддержки даже американской коммерческой поддержки является серьезным ударом возможно нам следует искать такие вещи внутри себя они не могут оказать нам любезность еще раз да вот это обидно назначение очередь на запись в кадре тянулась далеко за пределы небольшого амбара который омичи устроили в деревне в качестве своего штаба они пообещали еду кровь и общину а это на две вещи больше чем есть у любого из жителей деревни но маленький городок под самарой теперь был частью лиги и это означало что люди в нем тоже были частью лиги мужчина средних лет сидел за столом когда к нему подошла мать с ребенком только по одному пожалуйста пожалуйста он еще очень юн я только хочу убедиться чиновник поднял палец чтобы прорвать ее это уж мне решать он будет служить лиги так как вот работа российской коммунета ему всего 16 наверняка есть какая-то работа которую он может сделать она начала шептать что-нибудь подальше от линии фронта ему не 16 чиновник прекрасно поняла что ему не 16 и все же он сделал паузу на несколько секунд он вспомнил свои собственные молодежные кадры наказание более также братство эта мать понятия не имела что на самом деле означает быть шестнадцатилетним в омске что для этого требуется его лицо стало пустым он случайно посмотрел на мальчика его ручка зависла над карты точкой с назначением если бы ему не было 16 лет я мог бы назначить ее в промышленные кадры а не в молодежные чиновник очень внимательно посмотрел на мать вы меня понимаете мать смотрел как его осанувшееся лицо вернулось к ней ничто не указывало на переменовое выражение его лица за исключением того что уголки безжизненных глаз казались поддергивались и правая щека покрытая щетиной искривилась да ему 18 понятно вы назначены в кадр короче в лузина ваш сын будет направлен в кадровый корпус в омске не берите ничего вас отвезут завтра попрощайтесь со всеми вряд ли вы еще раз когда-нибудь здесь увидите неужели он не мог бы остаться со мной и не надо испытывать пределы моего терпения вы их быстро найдете маленькие милости так ну и 24 мая 70 года я решил напасть на национальную республику казахстан почему бы и нет надо нам что-то делать уже с этой республикой казахстан пока воюет центральная сибирская федерация и дальневосточная советская республика мы сможем присоединить себе казахстан вот но это будет очень легко очень легко так по фокусам куда мы пойдем ну вот промышленные пока директорат развивать будем расширять так ну и здесь я вот так вот заводик поставлю куда еще его можно поставить ну наверно на пехотку пехотки нам не хватает хотя нет пехотки хватает окей ну тогда просто наступаем на этот казахстан это очень легко будет для нас мы его везде легко прорываем это будет очень просто но мы потеряли 32 тысячи они уже 142 тысячи ну и скоро они должны капитулировать мы их просто давим очень легко и непринужденно мы с ними разбираемся тут я на авиацию пока добавляю заводики военные так тут можем прокачать дальше оружие по промышленности посмотрим промышленность можем ли ее мы качать ну давай вот это вот горизонтальную промышленную организацию возьмем это будет очень просто так вот мы делаем еще тут закатлим дивизии ну все казахстан мы захватили так теперь давайте поставим просто на фронт с центральной сибирской федерации территории тут я наверно поставлю машинки наверно еще на машинке поставлю здесь также интеграции давайте попробуем провести к тем можем ну вот это вот все проведем сейчас и все будет хорошо суд номер 59 созывающий орган черной лиги Самарского округа настоящим распоряжается о проведении этого военного трибунала над офицер перевернул страницу Николаем Гуревичем бывшим заместителем министра экономики комитета освобождения народов России это верно да ответил Гуревич он чувствовал себя смертельно и неуютно на твердой деревянной скамье и в колючей тюремной форме которую ему выдали он поднял глаза надетого в черного в черного офицера трезобно смотрел на него из под фуражки его руки начали поддергиваться вы даете себе отчет нелегитимности вашего правительства и в той разобщенности которую оно принесло народу России верно? да пожалуйста я был всего лишь чиновником я не участвовал в войне я сразу же предложил тогда мы больше не нуждаемся в вас ваш проговор уже вынесен сержанты пожалуйста уведите этого человека он почувствовал чьи то руки под своими плечами он попытался заговорить сказать что-нибудь в своем оправдании не было слов которые могли быть могли бы хоть что-то изменить его наполовину внесли а наполовину вели до бетонного двора именно отсюда и раздавались выстроен но я ж ничего не но все равно вот так вот трибунальчик происходит минус двести пятьдесят человек судьба претендентов найн найн пожалуйста твое использование отвратительного германского языка вызывает у меня отвращение щенок вы сравняли с землей ваше убежище истребили ваших товарищей претендентов что же в вашей дивизии а вы осмелитесь говорить на языке угрожающим русскому государству извините на шанс ответить член боевого подразделения арийского братства был быстро убит выстрелом из пистолета упав вперед в неглубокую грязную яму он был одним из многих стоявших на коленях с завязанными глазами перед импровизированной братской могилой быстро вырытый после последней битвы с явившимся кадр был назначен для ликвидации нескольких частей людей которые сдались против мощи российского правительства освобождения и по приказу самого Язова пощады не было любой человек взявший в руки винтовку во время предательского акта потакания тевтонцам должен был лишиться жизни а некоторые из мужчин кричали другие тяжело дышали ожидая своей неминуемой участи один из членов отряда шагнул за спину другого предателя лежащего на земле и солдат с завязанными глазами быстро принюхился рвущий артиллерийский огонь в отдалении заглушил еще один выстрел вместе с ним на землю посыпались медные осколки еще один глухой удар еще один предатель родины глубоко в могиле эта сцена была не последней многие подобные события происходили на бывших территориях арийского братства справедливость наконец восторжествовала в русской анархии каждый самозванец могиле все больше больше и больше готовил бы россию предыдущим предыдущим великому суду потакатели тефтонсон сгниют в двух метрах под землей а вот и нефтяной кризис начинается да нефтяной кризис начался ну ладно давайте почитаем последний ивенты закончим на эту серию не буду я ее удлинять уже можно и закончить мы так много сделали казахстан уже захватили теперь мы еще и захватили западную россию западной россии наверно так и назову эту серию интеграция армии слишком долго россия не использовала все свои силы чтобы преодолеть эти трудности все должны служить и все должны отдать все на благо нашего дела это включает в себя и боевые действия на линии фронта женщины же были излишне упущены из виду для выполнения этой торжественной обязанности вскоре этому пришел конец поскольку всем кадрам был отдан ряд приказов в начале интеграции женщин в состав фронтовых частей в настоящее время ряды пополняется как женщинами так и мужчинами с одинаковой подготовкой и стандартными для всех увеличение численности и мастерства этих героинь является желанным дополнением к нашим силам и абсолютно необходимо для выполнения предстоящей задачи они будут служить так же как и все остальные помогут нам объединить россии сегодня тысячи чешенских голосов по всей территории под контроль на правительство освобождения заявили я верю прежде всего в россии единую неделимую и непобедимую я верю в свою силу и в силу своих товарищей я клянусь в этом своей священной родины факторами населения с 20 процентов так хорошо вот это хорошо будет расти у нас призыв ну то есть людские ресурсы это хорошо нам они как раз сейчас и нужны потому что сейчас вот это доделываются одна армия пополнится потом надо уже попытаться сделать моторизованную армию чтобы быстро потом проезжать по центральной сибирской федерации и дальневосточной сибирской республики быстро захватывать города моторизованную войска будем делать но на этом в принципе закончим такая серия довольно экшонистая получилась повоевали все сделали что нужно вот ну и продолжим увидимся в продолжении также подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх пишите обязательно комментарии ставьте колокольчик комментарии помогают в продвижении видео и лайки тоже но колокольчик помогает не пропускать мои ролики а если все таки колокольчик youtube не просылает вам уведомления подписывайтесь на телеграм канал и сервер в дискорде там вы не пропустите мой ни один ролик ни один ролик вы не пропустите вот ну и так же всем удачи и пока 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 не пропустите пока не пропустите